Друзья, всем привет! Меня зовут Виктория, добро пожаловать ко мне на канал. И сегодня у нас будет обзор молекулярных ароматов вот такого аромабокса от интернет-магазина Рандеву. Интернет-магазин Рандеву, как всегда, предоставляет скидку всем моим подписчикам. Где-нибудь здесь напишу промокод и все продублирую к себе в инфобокс. Скидка на 10% на весь ассортимент при покупке от 2,5 тысяч. И скидка суммируется со всеми акциями, которые сейчас проходят на Рандеву. Ну а сейчас у них проходит летняя распродажа. Все, друзья, я взяла с собой ноутбук, потому что раскрытие самих молекулярных ароматов на разной коже разное. Поэтому я буду именно в этом случае смотреть пирамиду, говорить ее вам, чтобы хоть какой-то ориентир был. Карнер Барселона, аромат называется Костарелла. Сейчас вам зачитаю пирамиду этого аромата. В верхних нотах бергамот и шафран. В средних морские ноты песок и в базовых нотах амброксан, вирджинский кедр и амбра. Но, друзья, я здесь хорошо чувствую такой древесный аромат, древесно-амброксановый. И, ну вот, песок настолько абстрактное понятие. Я, если бы не прочитала про песок, то навряд ли я бы его там нашла. Морские ноты, они тоже здесь не такие, вот как привыкли. Да, вот то, вот, то какой-то такая водность. Часто она какая-то арбузная. Вообще здесь ничего такого близко нет. И это, слава богу. Аромат в целом освежающий. Он стартует цитрусом. Я чувствую цитрус. Я не чувствую здесь шафран ярко. Вот так, как, например, в Бакаре 540, Бакараруш, близко я тут такого шафрана не чувствую. Для меня это освежающий, это цитрусово-древесный с оттенками, да, вот с теми оттенками, которые можно назвать морской песок. Можно назвать вот какие-то абстрактные оттенки, которые могут встретиться в воздухе, летнем, нагретом, таком жарком воздухе. Вот здесь вот в Испании, кстати, Карнер Барселона, это испанский бренд. И вот я думаю, что создатели вдохновлялись именно испанской жарой, природой. И вот здесь вот эти ароматы, они есть. Эсцентрика молекула 0,1 плюс ирис. Здесь всего две ноты, здесь и за и супер, и здесь ирис. Я, конечно, помню этот аромат, но на всякий случай. Он стартует, кто-то говорит, что это напоминает морковку, кто-то говорит вареную морковку, мне не напоминает. Корень ириса, да, здесь именно корень ириса, вот это именно он. Он такой немножко, я его чувствую как таким немножко маслянистым. Но в то же время он для меня лично такой помадный, какая-то в нем немножко присутствует пудровость. Да, он сладковатый. Если представить морковку, ну, может, для кого-то и нет. Для меня вот, я понимаю, о чем люди говорят, когда говорят про морковку. И если вы из тех людей, кто чувствует ирис именно как морковку, то вы здесь это найдете. Я не чувствую. Для меня это больше про такой маслянистый помадный ирис, который запудривается и на холодной базе, и за и супер. И за и супер вообще я чувствую как дерево. И, скорее всего, это ель, это какое-то хвойное дерево. Но без яркой такой, да, вот этого аромата елки. Нет, нет, это не совсем не про новогоднюю тему. А вот такой холодный, древесно, возможно, вот кедр или ель. Ну, древесный аромат. Я его обожаю. Просто вот для меня этот аромат хоть вот на зиму, хоть на лето, хоть на весну, хоть на жару. Вот хоть когда. Juliette Hessegan. Это супердоза. Ну, я нанесу, но хотя мне кажется, что наносить на блотер вообще бесполезно. Да, бесполезно. Зачем я это буду делать? Нанесу вот сюда вот. Ну, это Амброксан. У меня есть Noteparfum от Juliette Hessegan. Просто, да. И вот Noteparfum Superdose. Для меня что супердоза, что обычный Noteparfum, для меня они одинаковые. Этот, ну, возможно, он погромче. Хотя я так хорошо чувствую Noteparfum, вот этот классический вариант, что для меня нет никакой разницы вообще ни по громкости, ни почему. Когда он появился, вот Superdose, я думала, может быть, не надо. Я же люблю Noteparfum. Возможно, мне надо и Superdose купить. Но когда я нанесла, потестила их, ну, я не знаю. Возможно, у него большая стойкость. Хотя на мне и Noteparfum держится очень долго. В общем, я не знаю, в чем отличие кардинальное. Мне кажется, кардинального его нет. Но про сам аромат. Я уже говорила про сам Noteparfum. Я его чувствую как... Те, кто знают, те вот поймут, о чем я говорю. Rose Mask от Montal. И вот если оттуда убрать розу, то вот этот вот мускус, такой чистый, свежий мускус, вот для меня об этом этот аромат. И все. Для меня он про чистоту, про свежесть, вот про белую рубашку. Это очень абстрактный аромат. Я какая-то... Возможно, в нем есть специевость, но именно такая освежающая. Вот. Ну, больше мне добавить нечего про этот аромат. Я его люблю. Я его люблю тогда, когда у меня есть настроение какой-то вот такой чистоты, такого белого листа. Вот такое у меня настроение иногда бывает. Moresque The Secret Collection Royale. Аромат фруктово-цветочный. В верхних нотах здесь белый персик, ревень, грейпфрут, розовый перец. Есть в средних нотах ирис, пион, жасмин, и в базовых нотах амброксан, и древесные ноты. В целом аромат, он такой немножко сладковатый. Он вот такой вуальный. В нем есть особенность. Я когда его нанесла, мне казалось, что... Ну, он сейчас пропадет. Вот такой он мне казался нестойкий. Такой он мне почему-то показался негустой. Но это потрясающе, насколько вот я нанесла его на запястье только. Это меньше пшиков, чем я делаю обычно. И аромат был со мной. Я пошла гулять. Был ветер. И аромат на этом ветру просто вот так вот играл. И он вот именно такой вуалью за мной тянулся. Он был всю прогулку со мной. Он никуда не делся. Он был довольно ощутим. Шлейфовый, стойкий. Но при этом он такой вот тончайший. Очень изысканный, очень элегантный аромат. И вот для меня он ассоциируется с... Как будто вышла я из душа, нанесла на себя крем для тела, дорогой, вкусно пахнущий цветами крем. И пошла гулять на улицу. Там какой-то сад. Там цветут деревья, фруктовые деревья. И вот эти вот все ароматы смешиваются. Ну, в общем и целом, для меня это все-таки освежающий аромат. Про чистоту, про вот напоминание вот этого времени после душа. Как будто ты все время после душа. Armando Jane. Аромат называется Montabacco. Montabacco. По названию я подумала, что сейчас тут будет что-то прям 100% такое табачное. Такое что-то восточное. Может быть арабское такое прямо. Но нет. Нет аромат. Кстати, его создатель Геза Шойен. Тот самый, который молекулы придумал. И аромат довольно абстрактный. Но я очень хорошо здесь чувствую можжевельник. В верхних нотах. Он есть в верхних нотах. Здесь кардамон, горный воздух, можжевельник, бергамот, мускатный шалфей, апельсин. Для меня громче всего звучит именно можжевельник. И что-то такое цитрусовое. Потом в средних нотах чай, гидеон, магнолия, роза, фиалка. Слава богу, я не чувствую здесь магнолию. Вот она для меня не выделяется. Я ее не очень люблю. Она скорее здесь придает какую-то зелень. Ну, здесь есть также и зеленый чай. Он, конечно, тоже придает эту самую зелень. Я очень хорошо чувствую фиалку. Фиалка здесь вполне ощутима. И в базовых нотах у нас листопака, эсэй супер, замши серая амбра, сандал, бобы тонка, мох. Вообще для меня это какой-то молекулярный шипр. Потому что мох в базе я чувствую прекрасно. Ой, птица ко мне прилетела. Мох я чувствую здесь просто вот, ну, очень ощутимо. И он как будто бы такой, знаете, натуралистичный мох. Вообще сам аромат, конечно же, он звучит очень богато. Очень, ну, это не в смысле дорого-богато, а прям ты сразу понимаешь, что у этого аромата очень богатая пирамида. Но при этом, как вот у, часто бывает, кстати, такое у классики, когда пирамида такая обширная, да, и она за счет этого довольно абстрактная. Когда сложно выделить, сложно даже сказать, какой это аромат цветочный, фруктовый, какой он древесный. И вот здесь вот примерно то же самое, но аромат играет. Можжевельник сейчас уже ушел на задний план. Здесь больше начинает чувствоваться его цветочная часть. И в базе будет прекрасно ощущаться мох. Но в целом аромат, в отличие от классического шипра, да, тут я говорю о шипре только потому, что, наверное, есть мох вот у нас в базе. И в целом движение аромата похоже на шипровое, но это, конечно, не он. И этот аромат я могу носить летом, могу носить в жару. Следующий аромат это The House of Wood, Breath of the Infinite. Дыхание, дыхание бесконечности. Так переводится название аромата. Я пыталась понять, почему, но мне кажется, просто так. Просто вот такое загадочное название. В целом у меня таких ассоциаций не родилось. Ну окей, верхние ноты аромата это фрези и пион. Средние ноты это персик и базовые амброксан, кашмиран и мускус. Классный, стойкий, шлейфовый, цветочно-фруктовый аромат. Вот как бы я его охарактеризовала. На мой взгляд, он очень женственный, он такой даже где-то романтичный, такой мечтательный аромат. В нем было бы приятно провести выходные, время с любимым человеком, с семьей. Я как-то не чувствую вот в этом аромате настроение пойти на работу, хотя я думаю, он вполне впишется, потому что он политкорректный. И в то же время, я думаю, что он очень-очень многим понравится. И он очень стойкий, он очень шлейфовый, он тоже вот та самая вуаль. Та самая вуаль, которая вот, например, есть в Мореске. У меня вот эти два аромата ассоциируются именно с такой тончайшей вуалью, с органзой, с каким-то таким летящим шарфиком прозрачным. Оба аромата. Просто вот этот вот, он такой более такой нежно-нежно-розовый. Вот какая-то такая есть ассоциация, ну пионовый такой, да, такой шарф из пионовых лепестков с фруктовыми оттенками. Вот такой вот аромат. Вильгельм. Вильгельм парфюмер. Бодипейнт. И здесь, друзья, вот как заявлено, в принципе, так и есть. Это правда очень похоже. Аромат похож на такую краску. Я не знаю, может, краска для боди-арта, может быть, просто какая-то краска. Но вот что-то такое в аромате есть. Хотя он стартует вот именно на старте. Это такой аромат зелени. Причем здесь пирамида очень интересная. Здесь в верхних нотах зеленый перец, красный перец чили, груша и лимон. И я подтверждаю. Вот это такое необычное звучание. Прям чувствуется вот этот зеленый перец. Ну, я не знаю, смогла бы я его угадать, допустим, на слепых затестах. Потому что, когда ты тестируешь аромат, как-то не приходит в голову, что там может быть вообще зеленый перец. Ну, мне лично не приходит. Но вот, когда ты читаешь эту пирамиду, ты такая, да-да, точно, это зеленый перец. Здесь в средних нотах гвоздика, в смысле пряности, и сей супер, и мускатный орех. И в базе здесь дубовый молх, амброксан и кедр. Ой, ну... В целом аромат очень интересный. Как алифакторный опыт, я считаю, что обязательно попробуйте. Обязательно. Я вот сейчас на облотере пробую, но лучше его пробовать на себе. Это интересней. Ты немножко себя чувствуешь моделью боди-арт. Правда. Когда аромат раскрывается, он каким-то таким становится уже сухим, с каким-то вот таким вот терпким оттенком краски. А в краске, кстати, вот я только сейчас поняла, что вот в красках, вот именно вот в этих, в них есть какой-то такой, как будто бы какая-то зелень, какой-то аромат зелени. Или очень хорошо чувствуется здесь гвоздика. Чувствуется, да. Но вот она прям с этим самым зеленым перцем. И Исэй Супер, он придает аромату такой холодный, леденящий, немножко металлический оттенок. Очень интересный аромат. Я все-таки еще попробую поносить его на себе. Я не смогла сначала. Ну, правда, мне немножко он казался каким-то... Вот это даже не о том, что он какой-то химозный. Нет, вот и даже не синтетический. А вот просто наталкивает на ассоциации про краску, а не про аромат. Ну, это прям вот такая ниша, нишевая ниша. Классный аромат. Попробовать стоит. Носить на себе, я думаю, сможет не каждый. И последний аромат, который у нас есть, Zarka Parfum. Это молекула 234.38. Даже не буду наносить на себя. Тут одна единственная нота. Это Исэй Супер. И я такой уже немножечко такой начинающий эксперт в молекулярных ароматах. Могу рассказать, что я пробовала Исэй Супер от Эсцентрик Молекул. И вот удивительно, но везде вот эти вот в молекулярных ароматах эти ноты отличаются. Здесь Исэй Супер звучит похолоднее. В нем больше ощутим вот этот металлический оттенок. Если в Эсцентрик Молекулах я больше чувствовала какую-то древесную составляющую, такую именно, как я говорила, что-то вроде ели или кедра, что-то вот меня наталкивало, мою фантазию, куда-то уводило ее в лес. Скорее всего, какой-то вот именно еловый лес, сосна, вот куда-то туда, смола. А здесь больше, больше какой-то металлический, металлический и древесный, да. Даже вот как будто бы там то и другое есть, короче, более холодный. Очень сложно этот Исэй Супер описывать, потому что каждый человек чувствует по-разному. Я думаю, что он у всех вообще для каждого свой. У меня вот такое о нем представление. Вот, друзья, все. Вот такая у нас получилась подборка молекулярных ароматов. Мне очень понравилось. Я считаю, что молекулярные ароматы надо пробовать на себе в спокойной обстановке. Поэтому очень была рада, что у меня вот такой аромабокс есть. Теперь я немножечко знаток молекулярных ароматов, очень к ним прониклась. Особенно вот в такую погоду, в жаркую. У нас тут вообще жарко, вот сейчас только к вечеру похолодало. Мне очень нравится. Я думаю, что моя коллекция пополнится молекулярными ароматами. Ну, не быстро, я сейчас редко их покупаю, но пополнится. Все, друзья, спасибо вам, что вы были со мной, что вы досмотрели это видео до конца. Ставьте палец вверх, подписывайтесь на канал. Всех целую, обнимаю. Всем всего самого хорошего, доброго, светлого. Пусть все поскорее будет хорошо. Все, всех целую, всем пока.